На этих кадрах Самарская набережная в начале апреля. За окном немногим больше 10 градусов, лед на реке уже успел растаять, а вот побережье все еще покрыто белоснежным покрывалом. А эти кадры сделаны сегодня. Неожиданно в Самару пришло лето. Неспешно прогуливаясь по солнечному пляжу, наслаждаясь умиротворяющим звуком волн, я нахожусь не где-нибудь на турецком побережье, а в городе на Средней Волге. Еще буквально неделю назад здесь повсюду лежал снег, так как воде было не так-то просто подобраться. Аномально теплая весна заставила самарцев выбираться на пляж и открывать курортный сезон многим ранее обычного. Но еще немного и можно будет плавать. Впрочем, прохладная вода останавливает далеко не всех и уже сейчас жители города-курорта поспешили воспользоваться потеплением. Пока в воду рискуют заходить единицы, куда больше желающих предпочитают просто погреться на солнце. Первый раз здорово, наслаждение, солнышко, восторг, сказка, сказка. Льдины еще кое-какие плавают по нашей Волге замечательные, ну вот солнышко ласкает. Я, в общем, достаточно белокожая и маслицем, и уже люди ко мне подходили, пользовались моим маслицем. Но не все задумываются о последствиях пребывания под лучами долгожданного солнца. Некоторые игнорируют солнцезащитные лосьоны и нередко получают ожоги. Особо чувствительная кожа склонна к пигментации. Причем для появления веснушек на лице достаточно всего несколько минут провести на улице. Дело в том, что после длительного зимнего периода наша кожа меньше всего защищена от солнца. Почему? Потому что за весь зимний период мы теряем тот пигмент, который образовался предыдущим летом. А ведь функции пигмента, которые образуются, это защитная функция от избытка инсоляции. И поэтому, когда мы без защиты сразу попадаем под интенсивную инсоляцию, это может приводить банально к ожогу солнечную. Потому что летом, когда сформировался пигмент, уже эта доза ультрафиолета нам не страшна. В средней полосе, как правило, проживают люди с тремя типами кожи. Солнечные лучи особенно опасны для рыжеволосых людей с аристократически светлым оттенком кожи. Многие начинают заранее готовиться к лету, чтобы в сезон сразить всех отдыхающих своим безукоризненным загаром. И бегут в солярий. Но специалисты рекомендуют для начала посетить врача, чтобы тот определил ваш тип кожи, на основе чего подбираются индивидуальные рекомендации для избежания негативных последствий. Прежде чем пойти в солярий, нужно обязательно, если подходить, будем так говорить, серьезно к этой процедуре, нужно посетить врача. И мы рекомендуем посетить врача-дерматолога. Пик активности возникает после марта месяца. Это апрель, май, июнь. Дальше идет на снижение, и клиент получает, наверное, скорее всего, активное солнышко естественным образом. К более серьезным последствиям ультрафиолетового излучения относит риск развития меланомы, рака кожи. Ежегодно в мае дерматологи приглашают людей на профилактические осмотры, чтобы убедиться, что проблем со здоровьем нет. Однако полностью отказывать себе в удовольствии понежиться на солнышке не стоит успокаивать специалисты. Важно знать меру. В первые посещения пляжа нужно сократить время пребывания там, чтобы подготавливать кожу к красивому загару постепенно. Солнечными ваннами не стоит увлекаться, иначе грозит преждевременное старение. Находиться на солнце с 11 утра до 4 часов дня не рекомендуют вовсе, особенно без головных уборов. Кроме того, нужно использовать солнцезащитные средства, даже если вы просто решили выйти из дома в солнечный день. В противном случае вместо эстетически красивого загорелого тела можно получить вполне реальные проблемы с кожей. Мария Левина, Николай Сидоров, События.